Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа Сочинской школы, начата следственная проверка. В Сочи прошла панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Сегодня в стране день памяти павших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Танцы, шахматы, стихи и нормы ГТО. В Сочи стартовал проект «Активное долголетие». 70 работ и все о Сочи. Фотограф Олег Комиссаров представил своеобразный отчет за 10 лет своего хобби. 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа Сочинской школы. Подробности случившегося устанавливают следователи. Инцидент произошел вечером 7 ноября в микрорайоне Блинова. Сейчас ребенок находится в больнице. Как сообщили нам в Краевом управлении Следственного комитета, по факту падения девочки проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах практически завершены. Об этом Вениамин Кондратьев доложил вице-премьеру Виталию Мутко. Зампредседателя правительства провел совещание в формате видеоселектора. По словам губернаторов, дома подтопленцев полностью вернули свет и воду. Со всеми населенными пунктами налажено транспортное сообщение. В Топсе, где был разрушен водопровод, уже завершили ремонт канализационного коллектора. Компенсации за частичную полную утрату имущества люди начали получать уже на второй день после наводнения. Для того, чтобы ускорить этот процесс, деньги выделяли из краевого бюджета. Значительный объем средств был заимствован из важных социальных программ. Сегодня глава региона обратился к зампреду правительства страны с просьбой о выделении федеральных дотаций. Сегодня у нас в крае основные аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Но здесь есть для нас очень такая серьезная проблема. Дело в том, что сегодня все выплаты за полную или частичную трату имущества мы не ждали федеральных денег, а производили за счет средств краевого бюджета. Сумма набегает большая. Если мы сегодня продолжим выделять эти средства в счет краевого бюджета, я боюсь, что мы обрушим необходимые для нас программы, по которым живет сегодня субъект, в том числе их финансирование. По восстановлению правительства, которое утвердило правила, нам теперь компенсировать эти дотаты нельзя, потому что мы должны были ждать, пока эти деньги придут из федерального бюджета, только потом начинать выплаты. Прошу, можно ли дать нам дотацию на сбалансирование бюджета, вот на ту сумму, которую мы уже выплатили, и дальше максимально поддержать в алгоритме, потому что дальнейшие восстановительные работы и жилищные сертификаты, которые мы будем выдавать, чтобы уже не бременем это было на краевой бюджет, а понятно, что здесь, чтобы с федеральным мы быстро синхронизировались, готовили проектную всю документацию, все отчеты, и все-таки деньги в ускоренном режиме получили из федерального бюджета. Мы вас поддержим, безусловно. Я знаю, что и президенту была просьба, чтобы вы быстрее начали выплачивать. Сегодня я переговорил и с министром по чрезвычайной, и с министром финансовым, и решение примем, вас обязательно поддержим. На совещании также обсудили подготовку к зимнему периоду в регионах. Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае уже начали подачу тепла в социальные объекты и жилые дома. Паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципалитеты края. У нас запущены все котельные, идет модернизация максимальной даже тех котельных, которые, можно сказать, уже устарели, и притом не только за счет средств бюджета краевого, но и у нас сегодня практика распространилась, где заходят все-таки инвесторы. Ситуация штатная абсолютно, и мы максимально готовы к зиме, притом я хочу сказать, что уверенно готовы. Отопительный сезон в крае стартовал 15 октября. Все котельные, а их порядка трех тысяч, запущены в работу. В случае возникновения аварийных ситуаций во всех районах сформированы резервные запасы топлива. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи прошла панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Сегодня в стране День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Семьи защитников закона собрались у памятника, а затем пообщались за чашкой чая в городской мэрии. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Панихиду по погибшим сотрудникам органов внутренних дел провели возле памятника полицейским, которые ушли из жизни, исполняя служебный долг. На мемориале барельефы милиционера и женщины с поникшей головой. И имена сучинских милиционеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Погибают полицейские и в мирное время. Ведь защитники правопорядка всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью. Мы впервые это провели в таком большом масштабе, таким большим мероприятием, это событие. Сегодня мы молились, чтобы Господь упокоил всех наших воинов, всех наших подвижников, которые отдавали свои жизни, исполняя евангельский долг, который говорит, нет больше любви, если кто душу свою полагает за другим своя. На Панихиду к памятнику пришли действующие полицейские и семьи погибших сотрудников органов внутренних дел. Все вместе почтили память ушедших и возложили к мемориалу цветы. После вдовы и дети погибших при исполнении служебного долга полицейских собрались за чашкой чая в администрации города. Это уже традиция – встречаться вместе в этот скорбный день. Конечно, скорбно, всем вам соболезную. Это тяжело потерять, конечно, товарищей. Но жизнь продолжается, и мы должны с вами, скажем так, еще больше держаться. Почему? Потому что на нас смотрят дети. Мы должны показывать о том, что все, что произошло, все, за что склонили свои головы наши близкие, это не просто так. Начальник УВД рассказал, что сегодня на эту сложную и опасную работу в Сочи требуется более двухсот полицейских. Чтобы укомплектовать ряды защитников закона, необходимо в том числе обеспечить их жильем, отметил Сергей Огурцов. Чтобы укомплектоваться, нужно предоставить жилье нам, достроить дома. Кудепсинские у нас их три дома. 176 квартир замминистра Шурлика обещал до конца 2019 года достроить и сдать в эксплуатацию эти дома. Ну и также мной было сказано о том, что необходимо есть у нас и земля, необходимо нам строить дома под наших сотрудников, молодых, которых мы будем принимать. За столом собравшиеся смогли не только пообщаться, но и задать сотрудникам администрации интересующие проблемные вопросы. Чиновники от образования, здравоохранения, соцполитики, ЖКХ и других управлений мэрии на месте предложили их решение. Без помощи и поддержки отметили на встрече, не оставят никого. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 9 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем 16-18 градусов выше нуля. Атмосферное давление 765 миллиметров втутного столба. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Сочинские студенты собрали более 600 килограммов макулатуры. С 1 октября по 28 ноября в Краснодарском крае проходит всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево». К нему уже подключились студенты, но в акции может принять участие не только учебное заведение, но и предприятие. Для этого надо оставить заявку на сайте сдайбумагу.ком и сдать макулатуру массой от 300 килограммов. Вывоз производится силами и транспортом организаторов акции. Задача эко-марафона – призвать жителей края задуматься над расточительностью использования природных ресурсов и внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. К слову, акция проходит в виде соревнований между районами и городами края. Победители будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. А еще в Сочи пройдет чемпионат по уборке мусора. Он состоится 10 ноября на набережной Министерских озер. Это улица Тепличная. Приглашаются всежелающие. Начало в 10.30. Все участники получат специальные бейджи, перчатки, мешки и инвентарь. Победители выберут в двух номинациях – самое большое количество мусора и самый большой вес собранного мусора. Чемпионы получат подарки – бытовую технику. А для детей будет организован конкурс рисунков на тему «Экология и защита окружающей среды». Юных сочинцев приглашают принять участие и в региональном конкурсе рисунков. В Краснодарском крае пройдет смотр творческих работ «Права человека глазами ребенка». Участие могут принять все желающие в возрасте от 5 до 17 лет. Работы принимаются с 15 до 23 ноября в Государственном юридическом бюро Краснодарского края. Рисунок может быть выполнен в разных техниках на листе формата А4 либо А3 без рамки. Обязательно нужно указать данные участника и название работы. Награждение участников конкурса пройдет 12 декабря в администрации Краснодарского края. В Сочи стартовал проект «Активное долголетие». Он инициирован администрацией города. Сегодня на площади у памятника Островскому был дан официальный старт. Чем предлагают заняться сочинским пенсионерам, узнала Елена Всецина. Сочинские пенсионеры не хотят ограничиваться стенами собственного дома. Они стремятся жить долго и интересно. Поэтому и зародился такой проект, как «Активное долголетие». Это спорт и танцы, песни и стихи, а главное – желание разнообразить свою жизнь. Одни сосредоточенно увлечены шахматной игрой, продумывают каждый ход и не дают возможности своему сопернику поставить мат. Другие учатся танцевать. Сначала несколько человек, затем желающих становится больше. «В старшем возрасте тоже есть свои вершины, которые мы можем достигнуть и должны достигать. Как организовать всех бабушек и всех дедушек? Ну, наверное, все же здесь должно работать наше сообщество, наши серебряные волонтеры, в конце концов, сарафанное радио, наши ТОСы. Потому что найти друзей по творческим каким-то занятиям, найти единомышленников, конечно, сидя на лавочке трудно. Надо все равно куда-то выходить и что-то делать». Если позволяет здоровье, почему бы всем вместе и не заняться оздоровительной гимнастикой. Молодежь подбадривает людей старшего поколения. «И шагаем вместе, вправо, влево, вправо, влево. Отлично. Широкие шаги». Планируется также занятие гимнастикой «Цигун». А на этой площадке можно готовиться к сдаче норм ГТО. Есть специально разработанные нормативы для пожилых. «Если человек начал заниматься в пожилом возрасте, то просто-напросто надо подбирать вес гири, вот такой, чтобы он мог заниматься. А заниматься можно начинать с любого возраста». И в любом возрасте нужно оставаться позитивным. Хорошее настроение, уверены сочинские пенсионеры, дарит и собственный внешний вид. А вот одеваться, вы знаете, я вообще-то педагог, учитель высшей категории, отличник народного образования. И привыкла уже к своим детям ходить и сейчас, хотя я на пенсии, мне хочется всегда выглядеть приятно, нарядно. Сочинский проект «Активное долголетие» будет работать во всех районах города. На сайте администрации Сочи размещена подробная дорожная карта всех мероприятий для людей старшей возрастной группы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 07.17 – так назвал свою персональную фотовыставку сочинец Олег Комиссаров. 70 работ и все о Сочи. Природа, курорты, заброшенные здания, руины, а на них – мистические сцены. Посмотреть на композиции, снятые Комиссаровым, в художественный музей Сочи отправилась Инга Габешия. Это фото Олег Комиссаров сделал на второй день после пожара в одном из корпусов Кавказской ривьеры. Реквизит найден на месте. Вот дача Квитко, обросшая, в том числе многочисленными легендами. А это просто брошенный дом на Мамайке. Дама в красном повисла в интуристе. Интерьер бывшей Мекки иностранных туристов также вошел в список любимых Олега Комиссарова. Вообще авторы интересуют все архитектурные объекты начала 20 века. Не обошел стороной и сталинский классицизм. На таких объектах фотограф создает постановочные кадры. Участвуют в них и модели. В итоге получаются мрачные сцены в духе мистического романтизма. Натюрморты в том же духе и фото в стиле ню. Любовь к строениям вполне оправдана. Олег Комиссаров – архитектор, член Союза архитекторов России. А фотография – это его хобби. Я вообще люблю заброшенные техногенные объекты. Это старая архитектура 30-х годов. Вот здесь представлены и это санатория Орженикидзе, вилла Костаревых Вера, собор Михаила Архангела, Новогинский форт. Я люблю больше этот период, не современный. Я стараюсь это не мне судить, удается мне или нет, чтобы у фотографии второй, третий слой был, какой-то некий контекст. Чтобы она была в хорошем смысле, имела какую-то двусмысленность. Я люблю мистику, наверное, с детства. Много читаю книг, но очень многие фотографии выросли из прочитанных книг. На выставке собраны фотоработы, сделанные Комиссаровым за последние 10 лет. Отсюда и название экспозиции 0717. Наряду с заброшенной архитектурой здесь можно увидеть и некую осовремененную археологию. Фотограф ее создает с помощью фотошопа. И в принципе не скрывает тот факт, что работает с графическими редакторами. Яркий же пример индивидуальности Олега Комиссарова – вот это фото Дальмена. Здесь желаемого результата автор добился не только с помощью объектива фотоаппарата и индивидуального восприятия, но и современных технологий. Он как бы моделирует ситуацию, как будто бы природа победила. Да, человечество по какой-то причине деградировало до уровня каменного века. И вот они находят эти артефакты нашей сегодняшней современности и делают из них, комбинируют из них некие объекты для своего поклонения. Например, богу Компу и богине интернету. То есть они строят долмены, рядом на них вырезают материнские платы, находят какие-то чайники, соединяют их с циферблатами. То есть создают некие новые объекты. А вот что этим фото хотел сказать сам автор. Я наложил второй слой фактуру, чтобы создалось ощущение немножко такого потустороннего пейзажа. И электронную плату – это как метафора, символ того, что мир наш сейчас именно такой, компьютеризированный. В отчетной выставке Комиссарова много и сочинских пейзажей. Фотографии природы автор не подвергает редактированию. И тем не менее, даже «Черное море» Олега Комиссарова снято в его привычном духе мистического романтизма. Рассмотреть творчество сочинского фотографа можно в художественном музее. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск